Если хотите, я не помню, проделывали ли мы такой счет? Нет, есть просто смысл, может быть, один раз какой-то счет проделать. Вот возьмем такой поток. Поток такой. У вас есть прямоугольник в R2, а поток, ну вот, перемещающий массу в горизонтальном направлении. Ну, это, соответственно, XY. Ну, а там, значит, если этот прямоугольничек я обозначу за А, то поток, это, соответственно, в наших терминах. Значит, вот этот T, это L2 на А, а направление его, соответственно, Е1. Добрый день. Так, я не знаю, вот есть смысл такую границу посчитать? Знаете, что такое граница будет? Значит, граница, соответственно, будет DT, ну, понятно, поток одномерный, значит, DT, нольмерная штука. Соответственно, здесь форма, это просто функция. Ну, и, соответственно, это получается градиент. Это T, вот, градиент F, значит, это T, DF1 по DX1, DX1, плюс DF2 по DX2, DX2. Вот, ну, это получается, ну, значит, это же, DF1, DF по DX1, извините, значит, так, это просто функция, да? Это, значит, получается, чего? Это интеграл по прямоугольничку, значит, чего? Вот этого вот, ну, как бы, E1 на градиент F, да? Вот, вот, DX1, вот, ну, это, соответственно, получается интеграл по A, DF по DX1. Так, значит, DX нехорошо, наверное, написал, потому что есть DXY, значит, DXDY напишем, в смысле, так. Так, DX1, DX2, да? DX1, DX2, тогда здесь координаты тоже назову X1, X2. Значит, DX1, DX2, вот. Ну, это понятно, что такое. Это, соответственно, у меня будет, так, здесь, наверное, не могу писать. Это, значит, разность двух интегралов. Это разность, соответственно, двух интегралов. Значит, интеграл от нуля до единицы, что там будет? F от единицы X2 до X2 минус интеграл от нуля до единицы F от 0X2 до X2. Ну, вот. А тогда, если вы запишите это в терминах потоков, это получается следующее, что DT, значит, это, как бы, получается, что это мера, мера сосредоточенная, мера сосредоточенная вот здесь. Значит, если здесь вот 0, здесь единица, соответственно. Мера сосредоточенная в единице минус мера сосредоточенная в нуле. Ну, это, как бы, H1 на правой границе. L1 здесь называть, а здесь L0. H1 на L1 минус H1 на L0. Вот, тут такое еще любопытное наблюдение, что на самом деле этот поток можно рассмотреть как интеграл по кривым. Значит, как бы, это интеграл по кривым получается, да? И вообще, это такое довольно общее утверждение, на самом-то деле. Значит, давайте так вот буду говорить. Значит, если T одномерный поток, значит, давайте так, одномерный, нормальный. Значит, вопрос такой. Вот этот поток, который здесь представлен, его можно таким образом представить. Значит, это вот класс некий потоков, который я могу задать следующим образом. Пусть у нас, соответственно, ну, допустим, вот так вот. Я обозначу множество липшицевых кривых. Значит, это множество липшицевых кривых, тета, ну, скажем, в R2, да? Ну, и, значит, допустим, я следующим образом здесь норму ввожу. Я просто ввожу равномерную метрику на этом множестве. Ну, и чтобы сделать независимым это от параметризации, я просто факторизую по параметризациям. То есть у меня получается равномерная метрика, факторизованная по, значит, ну, как бы завожу эквивалентность. Называю две кривых эквивалентными, если их можно перепараметризовать монотонным образом. Вот. Ну, и, соответственно, равномерную метрику здесь завожу, факторизованную по параметризации. У меня получается, как бы, множество просто направленных кривых, которые, значит, ну, имеют вот только направление. Значит, и сохраняется информация о началах и о концах. Вот. Ну, теперь так. Вот давайте я буду называть транспортные меры. Иногда транспортом называется Боррелевскую меру, значит, Боррелевскую меру на вот это множество кривых. Вот. Я могу поставить в соответствие Боррелевской мере этой вот такой поток. Значит, как бы Т-это. Значит, он действует, соответственно, на один формы, омега, да? Значит, омега один форма. Значит, действует следующим образом. Значит, это интеграл по кривым. О, Дэто, Тэто. Значит, а тут стоит что? Тут стоит действие каждой кривой, которую рассматриваете как поток уже. Значит, я, по-моему, такое даже... Давайте вот так напишем. Вот так. Вот Т-это. Вот омега. Так. А Т-это, это, значит, кривая, рассматриваемая как поток. Соответственно, Т-это от омега. Это есть интеграл от нуля до единицы. Значит, чего тут будет? Омега от Т-это от Т на Т-это с точкой от Т, ДТ. А мера, это, значит, Боррелевская мера вот на таком множестве. Ну, на таком вот бесконечномерном пространстве. Вот. Значит, я утверждаю следующее. Конечная Боррелевская мера, она задает какой-то поток. Такой. Теперь, значит, смотрите. Вот. Ну, скажем так. Многие потоки одномерные могут быть заданы такой мерой. Вот, в частности, такой поток такой мерой задается. Значит, вот это, соответственно, это будет мера, сосредоточенная на вот этих кривых, ну, вот отрезков, которые, значит, параллельны оси Х1. Ну, и, соответственно, отрезок от левой границы до правой границы, направленной, соответственно, с лево-направо. Теперь вот тут возникает интересный вопрос. Все ли потоки таким образом задаются? Ответ такой. Значит, вообще говоря, не все. Ну, вот, по крайней мере, я забыл, кто-то меня тут спрашивал про ациклические, про подпотоки, да? Значит, ответ такой. Если у вас поток ациклический, значит, Т ациклический, значит, сейчас скажу, что значит. Значит, вот тогда, соответственно, Т можно вот задать таким образом. Это для одномерных потоков. Т – это есть Т. Это для какой-то вот, для какой-то баррелевской меры. Это на пространстве кривых. То есть Т, значит, ациклические потоки, они дезинтегрируются по кривым. Что значит ациклический? Значит, ациклический – вот что. Значит, вводили, по-моему, определение, как-то просто кто-то спросил, что такое подпоток. Я говорю, что С подпоток Т, если вот такое верно. Масса С плюс масса Т минус С, соответственно, меньше либо равна массе Т. Значит, масса норма в пространстве потоков, конечной массы, соответственно. Поэтому в обратную сторону неравенство всегда есть. Значит, если меньше либо равна, фактически, значит, равно. Вот, в частности, например, любой поток такого вида, значит, он вот так вот. Вот, если вы берете какой-нибудь поток, да, и рассматриваете, ну вот, допустим, какой-то поток и какую-то гладкую функцию фи. Значит, вот так вот задается. Это, значит, поток, ограниченный на функцию фи. Значит, он действует следующим образом по определению. Это, соответственно, Т на фи омега. Значит, если у вас фи между нулем и единицей, то тогда, значит, вот то, что я определил, это Т фи, Т ограниченное на фи, значит, это подпоток Т. А циклический я называю, значит, поток Т циклическим, если у него нет никакого подпотока, который был бы циклом. Кроме нуля, естественно. Значит, Т а циклический, если, ну, значит, если любой подпоток Т, у которого граница 0, так, ДС 0, значит, он сам обязательно 0. А циклический, да. Это, на самом деле, все про то, в известной мере про то, как перемещать массу оптимальным образом. Вот я описал в прошлый раз одну из возможных постановок, такую, значит, одномерную постановку задачи Плато. Одномерная постановка, это, получалось, соответственно, задача Монжа Конторовича. Постановка была такая. Значит, значит, соответственно, задача была такая. Значит, даны две меры, φ+, φ-, в РН одинаковые полные массы, да. Так, я здесь писал все время в Р2, на самом деле, можно в РН прекрасно писать. Значит, одинаковые полные массы. Вот. Ну, соответственно, φ+, минус, φ-, получается, тогда это нольмерный поток, граница которого 0. Ну, вот. А тут, соответственно, рассматриваем такое. Вот рассматриваем всевозможные одномерные потоки, задающиеся вот таким образом, значит, у которых граница φ+, минус, φ-, среди всех таких потоков рассматриваем такой, у которого масса минимальна. Ну, и, соответственно, потоки, которые здесь нас интересуют, потоки Н1 в РН. То есть нормальные потоки, одномерные, значит, вещественно-значные нормальные одномерные потоки. Вот. Значит, я говорю, что это как бы про то, как оптимальным образом переместить меру. Вот, значит, вот есть у вас там мера φ+, в данном случае это перемещать нужно, соответственно, меру φ- на меру φ+, так как я нарисовал. Значит, а поток Т – это вот как вы будете эту меру перемещать. Ну, так вот, понятно, что, значит, каждую точечку, если вы сейчас будете рассматривать вот это как движение жидкости, то каждая точка, если оптимальным образом надо перемещать, интуитивно понятно, что никакая точка не будет ходить по циклу. То есть вот, если будете следить за перемещением каждой точки, то вот такого быть не может. Вот. Но это означает, что поток ацикличен на самом деле. Здесь, вообще говоря, элементарно достаточно видно, что любое решение такой задачи должен быть ацикличный поток. Потому что если он не ацикличен, значит, если вот решение такой задачи не ацикличный поток, то есть если, значит, поток Т какой-то не ациклический, что это означает? Что у него есть какой-то подпоток С, неравный нулю, то есть какой-то вот ненулевой массы, такой, что у него граница ноль. Я просто рассмотрю там новый поток Т штрих, который Т минус С. У него граница будет та же самая, а масса будет меньше. Насчет массы будет меньше, значит, осторожно, это как бы не совсем очевидно, но вот интуитивно должно быть понятно, что если я под поток уберу, то масса должна уменьшиться. А, извините, тут-то, да, тут даже, кстати, чушь сказала, тут вообще совсем очевидно из определения просто. Я сейчас каких-то других массов подумал. Да, так что, значит, просто масса уменьшится, ну и, соответственно, циклов здесь быть не может. И поэтому получается, что решение такой задачи, оно на самом деле дезинтегрируется по кривым, в смысле, вот есть какая-то такая транспортная мера, которая, значит, вот наш поток фактически это интеграл по кривым. Но это значит, в частности, что можно на самом деле следить за каждой точкой, и вот сказать, там взять... А цикличность нужна. Вообще говоря, значит, такое представление, в принципе, вот неверно для любого одномерного потока. Нет, там как бы тогда нужно... То есть, как бы сказать, тогда он интегрируется... Сейчас, да, значит, там теоремы две, собственно говоря. Это вот теорема Смирнова 94-го года. Сейчас, я просто сейчас как-то нехорошо сказал. Значит, вот под кривыми я сейчас имею в виду ациклические кривые, значит, и инъективные кривые. Значит, это инъективные. Значит, вообще говорят, значит, понятно, что неверно. А там есть вторая теорема у Смирнова, которая говорит о том, что все, что угодно дезинтегрируется по кривым, но тогда нужно под кривыми понимать в том числе нечто довольно странное. Именно, вот, значит, соленоид, навивающийся там на тор. Итог, кстати говоря, будет... Да, значит, в этом смысле любой вообще поток, он представим не единственным, правда, образом, как сумма ациклического и цикла какого-то. Значит, цикл по вот этой второй теореме Смирнова вы можете представить, дезинтегрировать по, но не по таким кривым, а как бы по кривым вот такого странного характера, значит, по соленоидам. А это вы можете дезинтегрировать по обычным, совершенно вот классическим инъективным кривым. Вот. Так, теперь, значит, еще из вещей, которые я хотел упомянуть, тоже про потоки. Значит, хотел бы упомянуть следующее. Значит, вот такую штуку вводили мы, значит, это плоские цепи ФК, комерные плоские цепи ВРН. Это, соответственно, ну, обычно вводится, например, так, как замыкание комерных нормальных потоков ВРН. Значит, ну, замыкание по плоской норме. Значит, а плоская норма Ф от Т, это есть инфинум масса А плюс масса В, если Т, это А плюс граница В. Вот, значит, тут как бы замечание первое, что вот если у вас К максимальная размерность, то тогда плоская норма, значит, тогда у вас просто К плюс одномерных потоков нет. Тогда плоская норма – это просто в точности то же самое, что масса. И поэтому N-мерные плоские цепи – это ровно то же самое, что N-мерные нормальные потоки. Еще одно вот любопытное замечание заключается в том, что это такой очень, значит, это очень специальный класс. Здесь далеко не все, что угодно. Да, еще, значит, пожалуй, одно замечание. Вот это вот замыкание можно, значит… Значит, вот не все, что угодно может здесь быть. Ну, например, берете такой отрезок. Значит, отрезок с ориентацией, то есть с направлением, заданным вот таким образом. Это, ну, плоская цепь и вообще нормальный поток. То есть вот эта вот, вот эта штука принадлежит ФК. Теперь берете такую штуку. Тоже отрезок, но при этом направление вот такое. Ну, значит, снова, если здесь вот X1, X2, то это получается, то есть формально это тоже поток с конечной массой, значит, это поток вот такой. Это, ну, допустим, опять же, здесь 0, здесь 1. Это, соответственно, H1 на, там, на вот этом отрезочке, не надо, отрезочек дельта назову, а направление его Е2. Вот. Значит, такая штука плоской цепью не является. То есть такую штуку никак нельзя приблизить, никак нельзя приблизить нормальными потоками. Значит, почему нельзя? Значит, вот такая конструкция, которая, пожалуй, мне нужна. Значит, конструкция проектирования. Вообще, она довольно общая. Значит, если у меня есть функция F из, там, Rn в Rm, ну, там, допустим, функция гладкая, c-бесконечность, значит, я могу определить отображение, значит, куда она отображает формы. Значит, если у меня есть форма Омега, значит, Омега, значит, форма, значит, комерная форма на Rm, значит, вот это будет, соответственно, у меня комерная форма на Rm. Я определяю таким образом ее, значит, ну, понятно, достаточно определить на формах таких, значит, на формах, значит, на простых, формах, значит, соответственно, достаточно определить на формах такого типа, где Омега, это V1, V2, далее Vk. А, значит, на остальные формы, соответственно, по линейности распространяю. Ну, и вот определяю следующим образом. Значит, на такой форме во-первых, значит, если у меня есть вектор, такой вот просто, так, значит, это от x, от x, от x, да, значит, если у меня есть просто вектор какой-то, какой-то, так, V буквы используем, не знаю, какой-то, S1, S2, и так далее, Sk, значит, я заведу такой оператор. Обычно обозначается λdk, df, в точке x, значит, действует на вектор вот такой, S1, и так далее, Sk, значит, действует следующим образом. Значит, это просто дифференциал. Применяю к S1, потом применяю к S2, и так далее, я применяю к SK. Значит, это для векторов. Ну, а, соответственно, для форм, ну, вот, соответственно, для форм получается так, значит, я должен определить, что такое φω, φω, значит, как оно действует на вектор S. Значит, ну, определяю вот следующим образом. Значит, это будет вот таким образом, значит, лямбда k df от x, примененное к вектору S, и это применить к омега от f от x. смысл такой, значит, если вот у вас был поток какой-то такой, да, значит, поток, ну, например, сосредоточен на какой-то поверхности или на кривой, ну, вот с таким направлением, а там в точке x у вас была кратность m от x. Значит, подействовали функции f, значит, что получилось? Значит, вот это вот само множество, на котором мы сосредоточим, перешло во множество какое-то f от e. Вот, значит, кратность, значит, давайте вот считать, что f – инъективная функция. Значит, если f – инъективная функция, значит, если x перешло в f от x, то кратность в этой точке такая же. А направление, соответственно, определяется вот этим вот оператором. То есть, здесь было какое-то направление такое, какое-то направление s, так, а здесь, соответственно, направление с точки донормировки λ k df от x примененное к s. Как бы для одномерного, случая, значит, вот этот вот оператор линейный, он преобразует вектора, соответственно, преобразует вне направление. Ну, а, соответственно, значит, кратности просто переходят, значит, кратность в точке x перейдет в кратность в точке f от x. Кратность будет та же самая. Вот, если, значит, если не инъективное отображение, тогда кратности будут складываться. Значит, понятно, что она там кривая, если наложится сама на себя, то есть, если вот отображение f будет мне складывать кривые, кривую, причем, значит, пройдет, скажем, два раза через точку в противоположном направлении, то будет кратность 0. пересадка. Да. Это я вот его как бы пересадил на f от e, там, с e на f от e. Вот. Мне не столько пересадка интересует любая, сколько интересует проекция, в этом смысле. проекция, штука вот хорошая. Давайте, значит, вот возьму вот этот поток. Я его спроектирую вот сюда. Ну, то есть, рассматриваю проекцию на x2. Чего получится? Вот это все удовольствие, оно перейдет в точку, а направление так и останется, значит, неизменным. Значит, получится такой поток любопытный. Значит, это будет поток, то есть, проекция этой штуки, которая должна быть, значит, одномерной плоской цепью, она будет, на самом деле, вот такая. Она будет, ну, как бы, да, значит, вот такое будет. Это будет дельта нуле на e2. Вот. А таких поток, таких плоских цепей нет. Вот потоки такие есть, плоских цепей таких нет. А плоских цепей таких нет. Это, значит, такое любопытное утверждение. Значит, оказывается, следующее верно. Если у вас t, это какая-то комерная плоская цепь в РН, значит, вот рассматриваете теперь носитель t. Значит, если вот носитель t имеет комерную меру Хаусдорфа 0, то тогда масса t 0. На самом деле, как бы, тут вот комерная мера Хаусдорфа, это даже, не знаю, слишком сильно, на самом деле, достаточно такого, достаточно, чтобы, значит, достаточно сказать так, если все проекции на комерные гиперплоскости имеют на комерные координатные гиперплоскости, значит, будут иметь меру 0, то тогда и, соответственно, t 0 поток. Это вот такое свойство плоских цепей, на самом деле, значит, для потоков вообще-то это неверно. Значит, вот такое, как, значит, поток, действительно, поток конечной массы, но, значит, получается, что? Получается, что вот какие, в принципе, плоские цепи могут быть. То есть, если плоские цепи сосредоточены на каком-то спрямляемом множестве, типа, вот кривой, например, то фактически возможное только направление, значит, возможное направление, они вот только, ну, это как бы в данном случае одно из двух возможных касательных направлений, то есть сюда или сюда. Любое трансверсальное направление, на самом деле, запрещено. Потому что такой трюк я мог бы сделать, в общем, с любым направлением, кроме двух касательных. Ну, ну, да. Но на самом деле, на самом деле, на самом деле, могу доказать, что точно запрещено. То есть, могу даже сильнее доказать, что вот если он сосредоточен на спрямляемом множестве, то это настоящий спрямляемый поток. Спрямляемый поток это что такое? Значит, у него носитель, там, где он задан, это спрямляемое множество? Это для любого ОК, да. в евклидовом пространстве. Ну, у меня потоки пока только в евклидовом пространстве. То есть, здесь ничего такого специально одномерного нет. Вот. Это, значит, все, что касается таких общих замечаний, значит, без особых доказательств, вот того, что мне хотелось сказать про евклидовые потоки. А теперь я хочу завести такой более общий объект, который вроде как не похож на евклидов поток, но на самом деле будет видно, что евклидов поток это частный случай. Значит, вот это замечание мое, собственно, замечание мое, они относились к тому, что вот, вот как, значит, плоские цепи, они довольно такие своеобразные объекты, то есть, это не любая гадость в этом классе присутствует. в частности, там, вот, одномерные, хорошие, плоские цепи, или нормальные потоки, одномерные, хорошие, это в значительной мере просто кривые, а там, комерные, но они, опять-таки, не любые, они вот как-то очень близки к спрямляемым. Значит, вот, теперь такое странное обобщение, обобщение такое, значит, пусть у меня теперь, не знаю, будет это Е, давайте просто метрическое пространство с метрикой D, я метрические пространства буду считать сепарабельными всегда, хотя вообще для моих целей это не обязательно, то есть, есть способ от предположения сепарабельности всегда избавиться. Значит, я хочу завести понятие форм на таком пространстве. Значит, здесь никакой гладкой структуры нет вообще. Значит, давайте я вот скажу, что такое пространство комерных форм на Е. Значит, пространство комерных форм это будет вот, что такое. Это, соответственно, пространство таких К плюс одномерных векторов функций значит F P1 и так далее Pk значит, значит, все функции липши ЦВ соответственно F и все Пи-итры липши ЦВ функции на Е ну, вещественно-значные. А F еще и ограничено. Вот, давайте, или так, еще могу назвать так, не знаю. Липши ЦВ и ограничено. Вот так вот что-нибудь напишем. Значит, обозначение, которое буду использовать таким образом буду писать. Значит, вот вместо вот этого F F P1 и так далее Pk я буду писать F D P1 и так далее D Pk просто, чтобы это так напоминало, чтобы значки напоминали формы. На самом деле, какой-то смысл это есть. В этом есть. Еще буду писать просто F D P, где P это вектор P1 и так далее Pk. Теперь я скажу после этого, что такое будет для меня потоки. поток T это функционал на коммерных формах, устроенный следующим образом. значит, вот эта штука. Во-первых, линейно по каждой из функций. Ну, как-то, значит, мультивинейно. Вот. Во-вторых, значит, непрерывно в следующем смысле. Значит, непрерывно в таком смысле, если P, вот возьму все эти функции, возьму какую-то последовательность из них, значит, сходится поточечно к функциям каким-то P, Липшицевым, причем Липшицевые константы ограничены. Вот. То на таких последовательностях, соответственно, ограничен мой функционал. И последнее, значит, линейность по каждой из функций, значит, непрерывность вот такая, и еще вот такое требую. если, называется локальность, значит, если хотя бы одна из этих функций, там, какая-то P, житая константа в окрестности множества, где F отлично от нуля, то тогда T F D P 0. вот такое буду называть потоком. Что? Антисимметричность никакой? Нет, следует из этого. Из этого следует все, что хотите, в том числе антисимметричность. Так, это поток вообще. Значит, меня будут интересовать, как там и тогда, для задачи Плато, мне интересуют потоки конечной массы. Значит, поток конечной массы это будет вот что. Так, я могу, значит, по-разному это определить, но вот одно из возможных эквивалентных определений такое. Значит, я буду говорить, что поток T имеет конечную массу. Если выполняется такое, если T примененное к любой форме такого рода, значит, у нее выполняется вот такая оценка. Значит, интеграл произведение Липшицевых констант всех функций, которые сюда входят на вот такой интеграл. Значит, интеграл по E модуль F D μ по какой-то конечной Боррелевской мере μ. иначе говоря, если существует такая конечная Боррелевская мера μ, то для любой формы выполняется такая оценка. Значит, наименьшую из таких мер буду называть массовой мерой, как, собственно, и в Евклидовом случае, буду писать μt. μt – это наименьший из мер, для которых такая оценка выполняется. Так, ну дальше. Значит, мне нужны какие-то конструкции сразу будут. А потом, соответственно, примеры надо будет смотреть. Ну вот, давайте, значит, конструкции какие. Во-первых, сразу, так, наиболее попытная для меня конструкция – это граница. Значит, для потока FdP я определяю дифференциальный оператор. Значит, дифференциальный оператор действует на поток FdP1 и так далее dPk действует следующим образом. Это получается такая форма. На форму, извините, единица dF dP1 и так далее dPk. Значит, здесь была камерная форма стала k плюс одномерная форма. Значит, граница потока, соответственно, dT FdP это будет dFdP. dFdP. Так, пример сразу посчитаю, значит, опять-таки, простой. Простой пример вот такой. Рассмотрим липшицевую кривую. лепшицевую кривая тета, параметризованную на 0,1. Да, я вот вообще, честно говоря, когда произношу кривая, мне почему-то в голове все время как-то мысли про инъективную кривую, а когда не инъективная, то обычно такое что-нибудь и произношу. ну вообще-то здесь любая кривая может быть. Значит, просто если любая кривая, тогда нужно обсуждать, как этот поток действует. Значит, что? Значит, что вот на что она описана, почему она будет в голове в голове в голове в голове в голове в голове значит, соответственно, вот если t k плюс одномерная форма, а она липшицева, то есть это что-то это просто формальное определение, значит, вот здесь никаких дифференциалов нет, это просто здесь написано следующее, что вы сдвигаете все, ну вот как бы у вас вектор был такой fp1p2pk, а стала единица fp1p2pk. Вот и все. Это никакие не дифференциалы, это просто вот, ну как бы сдвиг вправо и единицу здесь поставили. Вот. значит, вот берете липшицеву кривую, вот такую, значит, из 0,1 в метрическое пространство е. И, значит, давайте я определю одномерный поток θ, вот таким образом, значит, должен действовать у меня на один формы. Один формы это fdp, где f, соответственно, из e в r Липшицева ограничено, а π просто из e в r Липшицева. Так, я определю следующим образом, просто вот по определению положу такое, это, значит, интеграл от нуля до единицы f от θ от t на d π от θ от t Вот такая штука, она, значит, как бы корректна, определенный интеграл, кстати, заметьте, что, значит, вот π от θ, это получается функция просто из 0,1 в r Липшицева, это функция тоже из 0,1 в r Липшицева, то есть тут на самом деле пространство E в этом определении просто пропало. Значит, это вот корректно определенный поток. Давайте я посчитаю его границу. Граница считается совсем просто. Считается таким образом. Значит, граница считается так, значит, я должен чего? dt это будет нольмерное. Значит, нольмерный поток он должен действовать на функции это соответственно θ примененное к 1 df. А это соответственно получается интеграл от 0 до 1 df от θ от t это будет f от θ от 1 минус f от θ от 0. 0. Вот. Значит, теперь смотрите. Значит, это мера, как бы, вы можете ассоциировать нольмерные потоки с мерами. Да, значит, вообще говоря, потоки у меня определены на формах, а формы такие. Значит, вот эти p1, p2, pk, они липшицевые, а f липшицевые ограничены. Значит, если у меня форма конечной массы, то я вообще могу распространить их на более широкий класс. То есть, я могу распространять их на класс, вот, допустим, когда f, ну, просто вот там баррельевская ограниченная функция. Просто продолжить могу. Вот. И это получается здесь, значит, здесь вот как бы с этой формой ассоциирована мера такая. То есть, я не записываю, значит, как бы вот если я вижу ее как меру, это дельта в конце дельта в θ от единицы минус дельта в θ от нуля. Что собственно и предполагалось. Теперь вот что касается массы. Что касается массы, то тут существенно тут, кстати, существенно уже какая-то кривая. Если я вот, я как-то по умолчанию действительно все время думаю о кривых инъективных. Значит, с инъективными кривыми все довольно просто. Значит, с инъективными кривыми есть кривая вот такая, да, то масса, что такое вот это μt μ θ. Значит, это вот μ θ, это просто будет значит, ну, как мера Хаусдорфа, одномерная мера Хаусдорфа на этой кривой. Лучше написать там, допустим, вот так я сейчас напишу, общая масса, значит, полная масса, тета, это вообще, значит, полная масса т, полная масса т, это μt, полная масса меры μt, значит, вот для этой кривой, если кривая инъективна, вот полная масса е, это будет просто длина тета, она же просто Хаусдорфа одномерная мера следа. Если, значит, она не инъективна, то тут, к сожалению, так, значит, тут вот сильно зависит от того, как она не инъективна, это видно, на самом деле, в эвклидовом пространстве даже, значит, если вот так, то просто, значит, ну, что параметрическая длина, что Хаусдорфа одномерная мера следа, это одно и то же, а тут, значит, так, ну, вот как, все зависит от того, как вот не инъективна, если вот, например, таким образом проходит, то же самое будет, а если, ну, например, вот, тут пройдет, ну, как бы, по куску самой себя, значит, здесь вот, получается как бы кратность единица везде, значит, единица, 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 здесь, а вот здесь кратность двойка, то есть, ну, тогда, соответственно, вот эта вот мера, массовая мера, она будет, вот как раз такой и будет, значит, она как бы будет Хаусдорфовой мерой с весом, значит, вот здесь будет везде вес единицы, кроме вот этого участка, где вес двойка, но может пройти и как-то так, значит, А, вот. Типа так идет, а потом назад. В этом случае этот кусок просто отрезается, и масса его не видит. Но это вполне эвклидовые примеры, на самом деле. К сожалению, в каких-то плохих метрических пространствах можно множество хитрых примеров устраивать, как эти кривые выглядят. Так, теперь, значит, соответственно, вот масса. Значит, массу я задал. Значит, теперь еще вот некоторые конструкции. Да, значит, массу, вот есть такая эквивалентная характеризация массы. Значит, можно такую завести, значит, это называется массовая, комассовая норма формы FdP. Значит, звездочка. Значит, это вот что такое. Это, соответственно, будет... Так, это, соответственно, будет... Так, извините, даже как задам, я сразу, пожалуй, значит, норму потока. Значит, норму потока, значит, это будет вот что, значит, массовая норма потока и масса потока. Могу задать таким образом. Значит, это супремум. Значит, чего? Значит, супремум сумм T от FkT dPkT, где сумма FkT меньше либо равна единице, значит, сумма не более чем счетная. А все липшицевые константы пикатых не превосходят единицы. Значит, вот просто еще один такой способ счета, скажем, этой массы. Теперь конструкция меня интересует еще такие. Значит, что можно делать с потоками? Значит, во-первых, я хотел бы... Значит, пусть у меня F функция... Значит, F уже задано, я не знаю, значит, FI функция из метрического пространства E в метрическое пространство G. Значит, я хочу определить оператор FI pullback на формах. Значит, FI от F dP. Значит, если F dP это форма... Значит, комерная форма на G, то тут я должен получить комерную форму на E, и будет такое. Это F, значит, F применяем к FI, значит, применяем к P1 FI, и так далее. Применяем к пикатому тоже FI. Ну, а соответственно... Значит, соответственно, как теперь перенести? Значит, теперь двойственный оператор будет, соответственно, на потоках. Значит, FI на поток. Значит, это если поток в пространстве E, результат будет потоком в пространстве G, и действовать он будет следующим образом. Значит, действовать он будет на форме F dP, которое из комерных форм на G, значит, действует он следующим образом. Это T, примененное FI F dP. Вот, и, пожалуй, последняя из таких конструкций таких стандартных для потоков, которая мне будет нужна. Как понижать размерность форм. И как понижать размерность потоков. Как повышать размерность формы, и как понижать размерность потоков. Значит, вот есть у вас форма, допустим, не знаю, G d tau, M-мерная форма на E. Значит, это, соответственно, G d tau 1, d tau 2 и так далее, d tau M. Значит, я вот такой еще оператор определю, значит, как поток ограничить на вот эту форму. На G d tau. Это будет вот что такое. Это будет такое. Значит, если я буду это применять. Так, если я это буду применять к F dP, значит, давайте так. Так, вот если это к-мерный поток, то вот размерность этого π должно быть k-m. То есть F dP, это F1, это F dP1 и так далее, dP k-m. Значит, когда применяете, должно получиться такое. Значит, определение такое. Это должно быть, значит, T, примененное к такому. F на G. Дальше стоит... Дальше стоит... Стоят все компоненты tau. Значит, d tau 1 и так далее, d tau M. А потом стоит dP1, dP k-m. Вот. Наиболее часто применять буду к такому. Если вообще буду применять, значит, буду применять вот в основном конструкцию, значит, t, ограничение t на функцию какую-то g, да. Это тогда просто F dP. Значит, если это к-мерное, то это тоже, соответственно, к-мерное. Это просто получается t от F dP. Так, ну, значит, вот таким образом... Если поток у меня вообще конечной массы, я могу, в принципе, здесь в качестве g брать не обязательно липшицевую функцию, могу брать и функцию какую-нибудь баррелевскую ограниченную функцию, и тогда у меня будет определено, например, такое. t ограничить на характеристическую функцию какого-нибудь множества. 1, там, а. Это как бы будет ограничение потока на какое-то множество. Значит, это буду просто писать t, ограниченное на множество. Так, вот теперь, значит, вопрос такой большой и непонятный. Как выглядят потоки? То есть, какие вообще потоки есть и как они выглядят? Я вам могу привести пару примеров потоков. Ну, один пример привел. Это, соответственно, поток в евклидовом пространстве, который вот задан кривой. А как вообще потоки выглядят хотя бы в евклидовом пространстве? Ну, вот, ответ на самом деле точно неизвестен. Есть вот частные случаи, когда можно точно сказать, как выглядят некоторые конкретные потоки в евклидовом пространстве. Ну, вот, значит, давайте такой, скажем, простой пример. Вот у вас есть евклидовое пространство RK. Значит, как будет выглядеть поток конечной массы, камерный поток конечной массы? Да, давайте я там обозначение какое-то заведу. Соответственно, МК, вот М такое, К, Е. Это будут камерные потоки конечной массы в пространстве Е. Значит, что собой представляют вот МК от RK? Значит, один пример вообще есть. Значит, один пример такой. Значит, вот, если у вас есть какая-нибудь функция, там, G, L1, RK, то вот можно завести такой поток. Значит, поток завести следующим образом. Значит, вот T, G, да, который действует на форму F, D, P. И, следующим образом, значит, это вот что. Это интеграл по RK. А здесь будет стоять такое. G от X, а здесь детерминант D, P. Ну, значит, под P я понимаю вектор P1, P2, PK, да? Вот. Эта штука, заметьте, будет непрерывная. Значит, тут единственная, может быть, такое чуть-чуть нетривиальная вещь – это свойство непрерывности вот этой штуки проверять. Вот непрерывность происходимости функции P. Значит, тут непрерывность какая у меня в определении? Чтобы функции P сходились поточечному, но с ограниченными липшисовыми константами. Значит, ну вот про интегралы, про, соответственно, про вот этот вот якобиан. Это как раз известно. Якобианы, они, значит, как раз слабо непрерывны в такой сходимости. Вот. Значит, вот это вот конкретный пример один. Да, значит, такая штука еще иногда обозначается тоже вот таким образом. Хотя я вроде бы ввел такое обозначение для кривых, но все равно такое обозначение иногда используется. Теперь возникает вопрос. А вообще, ну, по крайней мере, вот можно ли сказать, что все, скажем, потоки вот таким образом, но и определенные, камерные на РК исчерпываются вот такими? Так, извините, значит, G от X тут чего? Значит, на F от X, я только F от X не написал, да? F от X, G от X. Значит, так вот ответ. Значит, известно, соответственно, для К меньше либо равно 2. Известно, для К меньше либо равно 2. Значит, ответ да. Значит, для К 3 и больше. Ответ на самом деле до сих пор неизвестен. Да, и вот это вот для К равняется 2. Это довольно тонкий результат на самом деле используется. Вот любой, да, 2 поток, он представим в таком виде. Вот. А, значит, но тем не менее, вот есть результат. В каком-то смысле меня же вот интересовать будет не все такие потоки. Меня будет интересовать тоже потоки нормальные. Что такое нормальный поток? Ровно то же самое, что и в еклидовом пространстве было. Значит, вот давайте тогда, значит, у меня будет N, K, E. Это будут нормальные потоки. Значит, это будут потоки, границы которых... Значит, это вот будут потоки, границы которых... Соответственно, границы которых тоже поток с конечной массой. Значит, T и D, M, K, E. Таких, что D, T тоже M, K, E. Так вот, про такие известно, что это так. Значит, ну, что конкретно известно? Известно следующее, что у вас, если есть нормальный комерный поток в РК, но только вот, значит, ну, имейте в виду, значит, этот нормальный поток, он нормальный в смысле, значит, вот в этом смысле потоков. Значит, пока я не сказал, как это соотносится с тем вот понятием потоков Уитни. Значит, я как бы и буковку использовал чуть-чуть другую. Вот, значит, для таких потоков это известно. Значит, все такого рода потоки, они представимы. Значит, это вот... Значит, если T из N, K, R, K, то тогда, значит, даже больше, можно сказать, T, это есть вот поток, порожденный какой-то L1 функцией, но даже больше того, эта функция, значит, эта функция является функцией ограниченной вариации. Вот, это как бы и из таких вещей. Значит, чтобы, собственно, вот как-то идти дальше, значит, нужно каким-то образом соединить эти вот два понятия потоков одних с потоками другими. Значит, были вот эти евклидовые потоки, которые двойственны к настоящим дифференциальным формам и так далее. А теперь, значит, вот эти потоки в метрических пространствах, которые, ну, как, не знаю, сказать, даже двойственны, не очень хорошо сказать, но определены на вот этих вот как бы формах, да. На самом деле, это же там никакие не формы в классическом понимании, никаких гладких структур, никаких интегрирований вообще говоря нет. Вот, значит, последнее, что, соответственно, сегодня хочу сказать, что на самом деле соотношение есть, и соотношение довольно чистое. Давайте я такой слабый результат заявлю, на самом деле есть вещь более сильная. Значит, теорема такая. Значит, каждый вот такой поток, значит, Т из, да, давайте, Т даже так, МКРН, РН, значит, он порождает, естественным образом, некий поток Т-ти, да, который действительно, значит, поток, поток в смысле Уитни и тоже поток конечной массы. Вот, а порождает, значит, просто следующим образом. Значит, просто... Значит, каким образом? Значит, вот этот вот Т-тильдой, он должен быть определён на формах. На формах каких-то, значит, это уже настоящая дифференциальная форма в РН. Ну, значит, на самом деле достаточно мне его определить на формах таких, значит, Омега равняется какой-то там, ну, там, Фи от Х, ДХ, ДХ, ДХ и так далее, ДХ и КТ какое-то, да, вот на формах таких. Так вот, значит, я его... А Фи от Х, соответственно, какая-то вот функция С-бесконечность. Ну, вот она так и определяется, значит, соответственно, это будет Т от Фи ДХ и один, и так далее, ДХ и КТ. Но только, значит, здесь придаётся смысл этому другой. Значит, тут это были просто коллектора. А здесь вот эти, значит, что такое вот эти Х и один, Х и КТ? Это просто проекции. Это липшицевая функция, которая, значит, что такое там? Х житая, это, ну, вот проекция из РКТ на, соответственно, житую координатную ось. В Р. Она липшицевая. Значит, Фи здесь вообще там С-бесконечность с компактным носителем. Вот. Так теперь, значит, и в обратную сторону верно. Значит, в обратную сторону верно следующее. Если у вас есть какой-то, значит, если у вас есть какой-то настоящий поток вот Евклидов. Да, извините, значит, вот этот вот поток, он будет являться, значит, комерной плоской цепью. Существенно. Значит, если у вас теперь есть, наоборот, какой-то поток С, да, там, С-тильда, в которой есть комерная плоская цепь РН в смысле исходного определения. Ну, значит, он естественным образом порождает вот этот вот поток, который вот в этом новом смысле. Значит, Т, соответственно, МКТ РН. То есть можно его, фактически, можно его распространить, там, С-бесконечность форм на вот такие формы, значит, определенные на липшицевых функциях. Да, причем, значит, масса в смысле исходном, вот, Уитниевским, и вот эта масса, которую я вводил, они согласованы в том смысле, что, значит, не равны, но одно контролирует другое и наоборот. Вот, вот, а, в принципе, известен случай, значит, получается у вас такое вот отображение, значит, у вас отображение, как бы, Т, Т стильда, и, значит, которое действует из МК РК в, соответственно, плоские цепи. Вот, известно, когда это изображение, когда это отображение изоморфизма. То есть, если берете подкласс отсюда, который нормальные, вот в этом смысле, то здесь получаете нормальные, значит, в исходном смысле нормальности, и вот на нормальных это точно изоморфизм. То есть, тут, вообще говоря, тут два отображения это написано, значит, отсюда, вот идем сюда, а из такого можем прийти вот к такому. А вот на нормальных это точно доказано, что это обратимое отображение. Поэтому, на самом деле, вот таким образом задано не что иное, как обобщение вот этого понятия плоских цепей. Значит, отсюда, значит, вот, собственно, что реально будет изучаться, и что нужно изучать, это вот постановка задачи номер ноль, которая там про оптимальный перенос массы. Значит, про оптимальный перенос массы могу уже поставить задачу. Значит, про оптимальный перенос массы задача будет такая. Значит, у нас задано, опять-таки, метрическое пространство Е, и у меня там есть две Боррелевские меры, φ плюс, φ минус, равные, соответственно, конечной массы. Значит, найти Т из М1Е, ну, фактически, на самом деле, Т из Н1Е, такую, что, значит, ДТ это φ плюс, минус, φ минус, среди всех таких найти ту, которая имеет минимальную массу. Да, и это вот, как бы, получается, задача, такая нольмерная задача плато, это задача об оптимальном переносе массы. Ну, пожалуй, чтобы поставить там вот настоящую задачу плато, теперь уже там в произвольной размерности, мне нужно, ну, скажем, там единственная проблема, проблема такая, мне нужно в каком-то смысле сказать, что вот мои потоки, они имеют целочисленные плотности, иначе, вот, в каком смысле они будут соответствовать множествам. Значит, я вот просто должен буду завести, заведу, значит, тоже там понятие спрямляемых потоков, спрямляемые потоки с целочисленной кратностью, и дальше там легко ставится, естественно, задача плато. А вот дальше просто покажу, как с использованием этих потоков довольно легко доказывается существование решений в задачи плато, причем, как бы сказать, в очень широком классе метрических пространств, в том числе бесконечно мерных. Грубо говоря, нужно будет только, чтобы там вот... Существенное условие на класс метрических пространств, которое будет нужно, будет нужно что-нибудь такое, чтобы вот класс потоков там... Значит, будут задачи какие-то такие, среди потока там с заданной границей, в каком-то классе, который еще определил, значит, найти такой, который бы имел минимальную массу. Значит, существенным условием на пространство будет только то, что вот класс таких потоков будет, чтобы он был не пустым. Да, вот замечу, что это на самом деле существенное условие даже вот в этой вот нольмерной задаче, потому что если вы возьмете дискретное пространство, пространство, состоящее из точек, то в силу определения вот этих потоков, значит, там никаких потоков, кроме нулевых, не существует. В смысле, одномерных потоков, кроме нулевых, не существует вообще. И это из-за свойства локальности потока.